Здравствуйте! Андрей Паук. Извините, что тревожу. Наталья, не уходите, вы корреспондент. Да, вы же будете освещать это все, будете освещать или уже осветили? Корреспондент червоного костричника, а я председатель вот этого дома, вот этого дома председатель. Это районная газета местная. Красный Октябрь. Вот она будет освещать о том, как вы ратное дело совершили, поставили тренажеры для детей. Это не только для детей, это для взрослых. Для всех? Да. А почему в январе? Ну, закупку так организовали ваши местные власти, чтобы она когда там, в ноябре, перетекла плавно на декабрь, ну и соответственно поставка и вот это все. Все делалось в принципе в декабре, когда были теплые погоды, но за счет того, что бетон должен засыпать хотя бы не меньше 10 дней, вот, то пришлось уже все сюда. Поэтому мы вот установили все. Какие функции у этой площадки, что она должна? О, это... Ну, здоровье. Здравствуйте. Пошло за. Здравствуйте. Силовые. Ну, чтобы дети развлекались в общем, не занимались ерундой всякой. Занятие физкультуры на открытом воздухе. На открытом воздухе. Так она предназначена для зимы, для зимы. Да, в общем, эти виды, как бы, круглогодичные можно. Скажите, а что вы за фирма такая? А откуда вы? Из Минска. Из Минска. А скажите, а почему не обсуждали с этими жителями, что установить? А кто с тобой что-то обсуждать? А? С тобой что обсуждать? Ну, а что со мной не будет обсуждать? А кто с вами что будет обсуждать? Ишь ты, начальники.